Производ с исследователями в 2015 году находилось в 1152 уголовных дела. Это и преступления против личности, экономические и коррупционные дела, преступления в отношении несовершеннолетних. В суды было направлено свыше 400 уголовных дел, среди них 115 – это преступления коррупционной направленности, совершенные госслужащими. Для сравнения, в 2014 году было заведено 29 коррупционных дел. Это преступления в сфере земельных отношений при использовании бюджетных средств, при выполнении госконтрактов. В минувшем году следственным управлением было возбуждено 129 уголовных дел, касающихся преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Большая часть из них – это действия сексуального характера. В 2015 году в следственном управлении была создана специальная база детей из неблагополучных семей. Мы изучили жизнь каждого ребенка и для себя всю информацию собрали. Когда ребенок пропадает, мы, в принципе, заранее знаем, где он. Может быть, если только он убежал, просто для того, чтобы убежать, а не в отношении его, если несовершеннолетних преступлений. На вооружении севастопольских следователей техника, с помощью которой раскрываются убийства десятилетней давности. Так, в 2015 году было раскрыто почти 40 преступлений прошлых лет. Юрий Мороз особо отметил, что все преступления, зарегистрированные в Севастополе в украинские времена, прошли перерегистрацию. Среди них около 80 особо тяжких. Поговорили и о работе средств массовой информации. По мнению Юрия Мороза, некоторые из представителей прессы строят имидж своих изданий на заказных материалах, большинство из которых основано не на фактах, а на слухах. Которые за деньги, либо за лоббирование чьих интересов готовы даже, наверное, мать родную назвать не тем, что есть. Понимаете, да? К сожалению, это присутствует. И такие СМИ у нас есть. Мне даже неинтересно их называть. Они меня услышат, наверное, и поймут, кому это касается. В публикациях таких СМИ даже появляются документы из расследуемых уголовных дел, добытые неправомерным путем, отметил Юрий Мороз. Есть СМИ, которые даже просто связываться с ними не хочется, дабы, ну, честно, вот если открыто сказать, вот рейтинг не поднимать таким людям, понимаете? Потому что, ну, к ним никакого даже маломайского уважения нет, и даже с ними диалог не хочется держать. Вот. Есть закон, который говорит, что только следователь имеет право выдавать информацию по уголовному делу. Руководитель ведомства напомнил, что журналисты несут ответственность за публикуемую информацию на телевидении, радио, газетах и в сети интернет. Сотрудники следственного управления проводят ежедневный мониторинг севастопольских масс-медиа. Иногда факты, изложенные в материалах журналистов, могут стать поводом для возбуждения уголовных дел. Юрий Мороз подчеркнул, что Следственный комитет напрямую подчиняется только президенту Российской Федерации, никогда политических заказов не выполняет. А перед Уголовным кодексом и перед следствием все равны. Маргарита Пронина, Денис Александрович, Сефинформбюро.